Так, запад включено. Еще раз вам мир и любовь Божья к нам, всем и к вам. Сегодня Господь снова дал эту возможность. Четверг, 14 декабря 2023 год. Уже год осталось совсем мало. 14, 2 недели. И снова мы, если Бог даст, живы-здоровы будем, войдем в Новый год. Это 2024 год. Но мы знаем, что до этого часа нас Господь оберегал, помогал. Выходил нам на встречу. Конечно, все было в этом 11,5 месяцев. Может, кого-то Бог какое-то чудо делал в домах. Какая-то радость была в доме. Кто-то, может, покаялся среди народа. Вот. И сегодня Бог дал эту возможность снова быть здесь, чтобы нам снова слышать то, что Бог хочет сказать. В наших ушах. В нашу жизнь. Который каждый из нас хотел и хочет иметь жизнь вечную. Мы знаем все местописания. Мы знаем Слово Божие. Мы читаем, слышим. Но, как и Яков говорит, нам надо и исполнять. Не только быть слышателем, но и исполнительным Словом Божиим. Значит, сегодня Господь хочет Духом Святым сказать в наши сердца, чтобы мы сегодня слышали то, что Бог говорит. Вот приближается сейчас Рождество. Но написано, что Он родился. Но не написано, когда и где. Написано, в каком месяце. Извиняюсь. Если так взять по-еврейски, то он уже три месяца, это где-то в октябре. Мы читаем Слово Божие. Были постуки на поле. Если по нашим временам, по нашим странам взять, уже у нас снег, морозы. Ну, путь Бог поможет нам, чтобы, конечно, у каждого в сердце родился Иисус Христос. Каждому, как написано Слово Божие, то Он пришел на землю спасать народ. Даже в пророке, когда Бог говорил через Своих пророков из Икиля, Он говорил в 33 главе 10 стиха, 2 стиха. «И ты, Сын Человеческий, скажи Дому Израилю, вы говорите, так преступления наши и грехи наши за нас. И мы истегаем них. Как же можем мы жить? Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, и не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути свой, он и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей наших, для чего умирать вам дом Израиля». Мы здесь видим, что пророк к нам обращается. Знаете, многие говорят, но это к Старому Завету, там Бог говорил через пророков, к Старому Завету, а не к Новому. К Новому Завету у нас родился Христос. Мои дорогие братья и сестры, нам не надо заблуждаться Словом Божьим, потому что Слово Божьим – это есть книга пророчества. По этой книге пророчества Бог нам будет судить. И Бог нам сегодня оставил эти местописания. Старый или Новый Завет – это Библия. И здесь нам Бог говорит, чтобы Он говорит, «И ты, Сын Человеческий, скажи Израилю, вы говорите так, преступления наши и грехи наши за нас, и мы истеваем и у них». Как же можем мы жить? Может, действительно, там в Старом Завете написано, что раньше, как везде мы читаем, что отцы наши, деды, прадеды или там отцы, родители наши, от родителей, они грешили. А мы знаем по Писанию, есть ли грехи, есть ли благословение или проклятие, она идет, проклятие идет до четвертого рода. А благословение – это тысячу родов. И мы даже видим иногда в нашу жизнь, в нашу жизнь мы видим, что она исполняется до четвертого рода. Многие грехи, которые раньше делали отцы, или там, вот, или прадеды, или деды, она сейчас исполняется. Мы видим много в этом нашу жизнь. Мы видим очень много. Потому что Бог нам говорит. И сейчас нам, всем, которые мы пришли в этот свет, и Он нам запоминает, чтобы мы и покаялись, чтобы мы освободились, чтобы мы от этого проклятия, это все молились, чтобы Бог освободил, очистил. Потому что наши, может, деды, прадеды, или там, бабушки, прадеды, были какими колдунами, чароденемы. А мы знаем, по слову Божьей, это очень сильный грех. Она идет в роды, в роды. Иногда мы не задумываемся, знаете, мои дорогие братья и сестры, иногда мы не задумываемся. А потом мы задаваем вопрос, почему? Почему? Почему все это? А потому что слово нам говорит, она идет проклятая. Если кто-то проклял человека, она проклянется. Она благословится дальше. Потому что Бог, Он не шутит. Он говорит истинную и правду, чтобы люди, как Он говорит, скажи им, «Я, говорит Господь, Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратись, обратись от злых путей ваших. Для чего вам умирать в доме Израиля?» И для этого Господь сегодня говорит, чтобы мы обрастались, чтобы мы покаялись, чтобы мы очистились. Потому что Он говорит, Он не хочет смерти грешника. Чтобы мы не грешили, для этого Господь говорит, пророк, Бог говорит через пророка. Но иногда мы это не думаем, не задумываемся. Я вот еще раз повторяю, когда случается, мы начинаем тревогу бить. Даже Езекиин говорит нам тоже, это 60, о, Иса, извиняюсь, 65 главе с первого двенадцатого стиха. «Вас обрекаю я мечу, и еще вы преклонитесь к заклане, потому что я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали зли в очах моих, и избрали то, что было неугодно мне. Почему так говорит Господь Бог? Вот рабы мои будут есть, и вы будете голодать. Рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждаю. Рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде. Рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рядать от сокращения духа. и оставите имя ваше избранным для проклятия. И убьет тебя Господь Бог, а рабов своих назовет иным именем, которым кто будет благословлять тебя на земле, будет благословляться Богом истинным. И кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины, потому что прежние скорби будут забыты и скрыты от очей моих. Вот здесь мы тоже видим, почему уже говорит Господь здесь снова. Потому что, знаете, мы иногда не обращаем внимания на это все. Мы иногда прочитали или прослушались, прослушались проповеди или что, и мы на это не обращаем внимания. Бог говорит, я, вот я, вот вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на закрани, потому что я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали злые в очах мои, и избрали то, что было неугодно мне. Вот смотрите, теперь можно взять свою жизнь сейчас. Мы всегда говорим, что вот это все старый завет. Но Бог говорит, мы не слушаем. Вот и мы сейчас в новом завете, как мы говорим, живем, и мы тоже это не делаем. Как написано, зовет Господь нас, мы не слушаем. Открывает нам Господь, мы не делаем. То, что Господь хочет от нас, мы не исполняем, мы не делаем. Вот и этот старый завет. Этот Бог говорил в старом завете. А если мы возьмем новый завет, там так же само говорится. Так само Бог говорит через своих пророков. Сейчас даже в наших церквях есть сосуды. И почему сейчас люди не хотят, чтобы молиться за сосудов? Или чтобы люди, чтобы в церкви были сосуды, пророки или там другие сосуды? Не хотят. Потому что они боятся, что Бог будет открывать, Бог будет обличать, Бог будет, Боже, Боже наказывать. Потому что Бог, Он не шутит. Он не как написано, Слово Божие. Мы только читаем людям и говорим, Бог долготерпеливый, Бог милый силый, Бог такой-такой. Но дальше мы не говорим, какой еще есть Бог. Потому что Бог здесь строго изыщущий. Бог здесь наказывающий за наше непослушание. И Бог здесь огонь полетающий. Потому что потому что Бог и нам предупреждает в Новом Завете уже, когда мы читаем. И Он тоже нам говорит в Езекииле 18 главе. Здесь такие слова говорится. 18 глава, 23 стиха. «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, и того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник. Будет ли он жив? все добрые дела его, какие он делал, не припомнится за беззаконничею, какое делать, и за грехи и каких грешен он умрет. Но вы говорите, неправеден путь Господа. Послушайте, дом Израилев, мыли ли пути неправы? неправы ли пути праведные? Если праведник отступит от правды своей и делает беззаконник, и за то умирает, то, что он умирает за беззаконничество, которое он сделал. А беззаконник если обращается от беззаконничества, какое дело, и творит суд и правду и в жизни, возвратит душу свою. Ибо он обратился от всех преступлений своих, какие делал, он будет жив, не умрет. Мы видим здесь тоже, что Бог строго говорит. Он говорит, разве Бог хочет, чтобы кто-то умер? Бог не хочет. Для этого пришел Сын Иисус Христос на землю, который мы все сейчас спасены. Он дал нам жизнь вечную, дает нам вечную жизнь. И Он дал нам, чтобы только нам войти туда и быть Ему верным до конца и быть там. Этот вопрос каждому касается и мне и вам. Как я хожу, как вы ходите. Потому что каждый человек должен знать, как он ходит перед Богом. Потому что Бог видит наши сердца. Бог видит все. И Он говорит, даже если праведник отступит. Да, Он милостивый, Он дубистый, Он может еще прощать. Он может только здесь на земле нас всех прощать, если мы что-то еще не так поступаем, где-то делаем. Но там, если мы придем однажды на суд, там уже, я думаю, что уже не будет прощения. Как написано, однажды человек умрет, а потом что? в суд и будут судить нас по нашим делам, сколько человек прожил на эту землю. И Он говорит нам, вот правда и будут поступать неправду, будут делать все те мерзости, какие делать беззаконие. Будет ли он жив? Если мы делаем беззаконие, грехи, не покаемся, будем ли не мы уже не попадем в Царство Божие. Потому что очень Бог строго говорит каждому. Это не то, что взял прочитал слово или так что другое и думал, что я уже в Царство Божие. Нет. Почему Христос нам показал, когда Он был на земле, и Он показал. И Он говорит, это вы должны все это пройти. Все будут на пути нас ожидать. хорошее или плохое. Все каждый увидит свое. Даже Исаия говорит нам такие слова еще. Исаия говорит в 55 главе 55 глава здесь Он говорит по нескольку стихов. Жаждушки идите к всем водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите покупайте и ешьте, идите покупайте без серебра, но без и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро? Для то, что не хлеб и трудовое свое, для то, что не насыщает. Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да наследует туком. преклоните ухи, ухо ваше и придите ко мне, послушайте и жива будет душа ваша и дам вам завет вечный, неизменный, милости, обращение общение Давиду. Вот я дал его свидетель для народа с вождем и по наставникам народа. До сих пор. Здесь нам тоже снова обращается Бог через пророка Исаии. Жадушки, идите к водам, даже и вы. Потому что Слово Божие, она бесплатна, его купить не надо. Бог нам дает эту жизнь вечную бесплатно. Для того, чтобы только ты и я это исполнял. Слово, которое Он оставил, как мы говорим, Завет, Старый Завет, Новый Завет, это есть книга пророчества. Она одна книга, Библия. Конечно, сейчас на земле можно увидеть разные Библии, и молодежные, и Старый Завет отдельно, Новый Завет отдельно, Пяти книжный Моисеев отдельно. Все можно видеть. Но Бог одно оставил для нас заповеди. Чтобы мы Бога любили всем сердцем, душой, крепостью своей. А вторая же такая самая заповедка, надо ближную любить, как само себя. Если мы эти два будем заповеди исполнять, она будет автоматически, как мы говорим, остальные заповеди будем исполнять. Но если мы одну заповеди нарушим, где мы будем? Царство Божие? Нет. Если мы не покаемся, если мы не примиримся, царство Божие мы не будем. Если мы примиримся, покаемся, Бог простит нас. Тогда может быть еще мы будем, как написано. Потому что Бог любит истинную правду. Он не любит лицемеров. Он не любит обманщиков. Мы знаем даже в Новом Завете, как он фарисеев книжников обличал. Какие там книжники были, они много понимали, знали и фарисеи. И он говорит, чтобы мы такие не были фарисеями. Он их тоже обличал сильно. потому что Бог для этого пришел на землю. И мы знаем, где он родился. Он не родился где-то в гостелях или где-то в сарае. Там, где был скот, овцы, коровы и там другие. Там он родился. Матвей нам тоже говорит, 7 глава, 7 стих. Уже мы переходим на Новый Завет. Что нам Новый Завет сейчас будет говорить. Всем, всем. Такие слова. Простите, и дано будет вам, и ждите, и найдете, случите, и отворят вам. Ибо всякий просит, что получает, а ищет, и находит. И случаясь, отворят. Вот говорит слово. Вот так он говорит, сейчас, сейчас Новый Завет стоит. Простите, дано будет вам. Потому что мы болеем. Иногда мы не знаем, о чем просить. Но слово еще говорит, веру просите. И по вере будет вам дано. да, если люди говорят, надо молиться за освобождение, за исцеление, за там другое. Если у нас веры нету, то мы, знаете, мои дорогие братья, сестры, друзья, ничего не получим. Написано слово Божие. Но если мы будем веру стоять и веру просить, мы знаем писание, очень много, что по вере каждый получал. И также учит нам слово, чтобы мы веру получали. И Яков нам тоже говорит, мы будем молиться еще, будем благодарить Господа, что Бог нам сегодня дал снова этот день, это утро, этот день, этот вечер, что мы до этого часа прожили. Это Яков говорит нам в первой главе, я только что сказал, это первый шестой стих и ниже, но допросить веру, немало не сомневаюсь, потому что сомневаюсь о подобном морской волне и ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думай такой человек получит что-нибудь от Господа. Человек двоючным мыслям не тверд во всех путях своих. Я только говорил, что нам надо с верой просить. Поверим и будем получать. А если у нас действительно, я знаю про себя, если когда я уверовал, враг начал со мной работать. мысли пускать. Много конечно оставили Господа, ушли снова в мир. Я уже говорил, что многие приняли водное крещение, заключали завет с Господом. Прошло какое-то время, неделя, может месяц и ушли. А почему? Они еще не готовы были. Надо твердой верой мать. Потому что Бог, Он говорит здесь слово. Он да, просит из веры. Я еще раз повторюсь, мы читаем слово, мы знаем, кто как с верой получал. Это женщина. Но даже Петр сказал, тебе все тесняют, тебе все подходит. Он говорит, нет. Это женщина с трепутом подошла и сказал, это я была. А Он что сказал Христос? Как у тебя вера была, иди, ты исцелена. Так и другие. Если человек двоющему мыслим не тверд во всех путях своих, если у нас вера и сомнение, получит ли человек что-нибудь? Нет, не получит. Я уже может говорил, когда одна сестра просила молиться, чтобы дар Духа Святого получить. Мы поехали туда, я еще один брат и две сестры, мы поехали молились. Бог крестил Духом Святым на иных языках. Сколько она в этот день с нами была, сколько она с нами молилась Духом Святым. Но когда она пришла домой, ей мысль подошла, ну-ка помолись Духом Святым. Она не могла рот открыть, устарство открыть не могла, но Дух Святой на языке не были. Видите, вот так враг работает с народом. она мне звонит и говорит брат, у меня нету дара языка, нету, это Дух Святой на иных языках и молюсь я. Мой дядь, у меня получил, Бог крестил его Духом Святым, он такой радостный был, а его родители баптисты, он радостно позвонил, им сказал, что Бог крестил Духом Святым, ну конечно я не знаю что там было, я так думаю что действительно уже начали, мы знаем что они у них это не принимается. И на следующее утро, это было пятница, а в субботу на служении мы пришли и моя дочка подошла и сказала, что у его сомнения Духом Святым. И мы начали мы пошли с ним отдельно и начали с ним молиться. Я не знаю сколько мы молились там, и Бог снова дал это, убрал это сомнение, он отрекался, каялся. Это говорит и говорит слово. Если мы двумя мыслями идем, мы ничего не получим. Вот враг дает нам мысли, чтобы мы не уверовали. Многие, знаете, люди, даже свидетельства говорили, многие люди хотели встать, идти, покаяться, они только ссали, только отошли, опять вернулись назад на свое место. Потому что враг шепчет человека, он говорит, ты куда пошел, ты все потеряешь, все своих родных и близких, ты все потеряешь, тебе Бог ненавидит. Один брат говорил, вот так враг работает. То он говорит, мы должны верны быть, и с верой идти. Сюда читаешь Иоанна, он нам говорит такие слова. В 16 главе 23 стихе ниже. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно истинно говорю вам, о чем попросьте Отца во имя мое дайте вам. До ниньи вы ничего не просили, во имя мое просите и поручите, чтобы радость ваша была совершенна. Я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвышу вам об отце. В тот день будете просить во имя мое, и я говорю вам, что я буду просить отца о вас. Ибо сам отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я исчел от Бога. Я исчел от отца и пришел в мир, и опять оставил мир и иду к отцу. Ученики его сказали ему, вот теперь ты прямо говоришь притчу, говоришь, и притча не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебе по всему веру, что ты от Бога исчел. Иисус отвечал им, теперь поверуйте. Здесь мы тоже видим, и в тот день вы не спросите меня ни о чем. И даже я еще последнее место писания зачитаю это римлянам. Там здесь тоже слово говорит апостол Павел уже. Восьмая глава 34 стиха их. Кто осуждает? Христос Иисус умр, но воскрес. Он одесну и Бога. Он ходит за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорб или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Как написано? До тебя ум умершляют вас всякий день, читает вас завет обреченный на заклане. Но все преодолевают силы возле бывших нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая-то тварь не может отслушить нас от любви Божьей. Во Христе Иисусе Господне наше. Слава Ему, Господа, за эти слова, что Бог нам еще дает нам время. Бог нам еще открывает, Бог нам еще предупреждает, еще на этой земле. А мы не знаем, сколько нам еще осталось быть на этой земле, но сегодня Бог дал это возможность. Да, конечно, сегодня уже слава по милости Божьей больше людей, чем вторник было. Потому что если мы молимся с верой, и с верой мы получим, как написано, а если мы будем сомневаться, знай, дорогая душа, ты ничего не получишь. Это говорит Слово Божье, не я, а Слово Божье говорит. Мы слышим о нем все, что Бог от нас требует. Он от нас ничего такого сильного работы не требует. Он требует, чтобы ты исполнял Слово Божье, заповеди Божьи его, и исследовал Писание, и чтоб ты не имел жизнь вечно. Вот это он от тебя хочет. И он хочет видеть нас всех здесь, там у тебя у ног его. А теперь мои дорогие братья и сестры, склоним все колени, лучше чем микрофоны, и будем стучаться и вызывать к нашему Господу. Он достоин, чтобы мы служили ему до конца. Аминь. Сырмана хоровая. Твою милую Хоровая. Твою милую хоровая. Справляй нашу жизнь, Господь. Ты говори с нами сегодня, Господь. Прости нас, отчасти нас, Господь. Ты родился в моем сердце, Господь. Ты нашел однажды меня, Господь. Я действительно как забыл овеска на этой земле. Но ты прошло время нашел меня, Господь. Ты помиловал меня за 40 лет. Когда я 40 лет только покаялся, Господи, ты нашел меня. О, Миргена, Равхатана, Халамена, Кисаргена. Береги, Рамори, Кирсона, Рафана, Рапоремсана, Лайда. И очень я прошу тебя. Будьте милучими сегодня к нам, Господь. И сегодня услышь наши нужды и проблемы. Сегодня услышь нас о прославлении. Что будет прославлять палмой. Что будет прославлять часами, свидетельством, Господи. О, Миргена, Кирсона, преклоню ухо Твое каждому из нас, Господь. И будь он не с нами до конца, Господь. И ты сам сегодня ведет от служения не мы, а ты, Господь. И ты впереди нас. За наши детей, за наших внуков, за наших родных и близких. Мы просим тебя. О, Рамена, Кирсона, Рафана, Мария Господа. Помоги. Святой наполняй каждого, кроме Иисуса. Господи, помоги нам, Господь, Бог Твой. О, Рамена, Кирсона, Дух Святой. Иди еще сам, Господь. Это служение. Пусть это будет Твоя воля, Господь. Я благодарю Тебе, что я могу быть с народом Твоим сегодня здесь, Господь. Что мы можем сегодня прославить Иисус Твоё. Я еще раз хочу, Бог, за этот день прожитый. Господи, ты дал нам интернет и сервис, чтобы мы сегодня снова живем. А я еще раз благодарю Тебе за все, за все. Как ты достойен во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Начальник жизни, пастырь мой, Хвала Твоей любви, Чтоб не забыл я подвиг Твой, Голубов у меня яви. Чтоб не забыл твоей мольбы, Чтоб не забыл твоей борьбы, Чтоб не забыл твоей любви, Голубов у меня яви. Явы мне новый гроб, Где ты замученный лежал, И ангелы, что с высоты Явились сторожал. Хочу, как жены на заре, Принять дары мои, Чтоб веры луч во мне горел, Голубов мне яви. Тебе хочу я подражать, Покорно крест нести, И чашу скорби принимать, Что дашь мне на пути, Чтоб не забыл твоей мольбы, Чтоб не забыл твоей борьбы, Чтоб не забыл твоей любви, Голубов у меня яви. Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Но я тоже сейчас хочу тоже прославить Господа Стихом и потом салмом. Какое благо, если Бог избираем, Путь радуется дух, душа и плоть, Открылась нам, что жив Господь Израиля, Воскрес и жив спаситель наш Господь, Мессия путь, Путь проложенный к спасению, И истина, которой нет верней, Жизнь вечная через суд до воскресенья, Любовь, какая не может быть сильней, Мы грешники, перед Богом мы ничтожны, Мы ничтожны у ног Его, как пепель и как прах. По милости своей нам дал возможность Перед Ним раскаяться во всех своих грехах. Нас возлюбил Он больше Ангелова, прекрасный, Дал имя вечное нам человек, И рожденный мы не случайно, не напрасно. Нам жизнь дана на бесконечный век, Иисус, единая опора, ходатай и защитник наш, Пошел за нас путем позора, Не испытав земную блажь. Он был лишен всего земного, Хотя был силен всем иметь, Но Он пришел исполнить Слово, Чтоб победить и грех, и смерть. Кто не избрал, вы изберите. Христа Он живет, ведь Он воскрес, Кто с Ним? Его благодарите за милость данную с небес? Задумайся, кто медлит, может, Путь искупления избирать. Ты вникни в Западе, Божий, Зачем за грех свой умирать? Твои греховные кумиры Лишь может смыть Иисуса кровь. Ты не найдешь в Его греховном мире Такую верную любовь. Исполни Божие желания, Стань склоненным головой, Своей молитвой покаяния, Поверь, что Иисус живой. Тебя живым ты лишь считаешь, Но знай, что ты почти медвец, Хоть мыслишь что-то и мечтаешь, Но если поверь, чему конец? Платут закончит свою в могиле, Но от душа ведь не умрет, Последует он за силой, Сама какую изберет. Избрал ты, если Божью силу, Избрал для вечной жизни рай, А если нет, теряешь милость, Не попадешь в небесный край, Спеши избрать с Христом дорогу, Господне имя прозови, Прими скорее живого Бога, Покайся и всегда живи. Аминь. Лишь одно у меня стремление, Больше, Боже, тебя любить, Пред тобой уходить смиренье, Твое славное имя чтить. Лишь одно у меня умереть на земле за тебя. Лишь одно у меня стремление, Всей душой у тебя познать, Чтоб твое на кресте мученье Не во всей полноте понять. Лишь одно у меня умереть на земле за тебя. Лишь одно у меня стремление, Возвещать о тебе, мой Бог, Бедным душам, кто в рабстве тленя, Чтобы их оживить ты мог. Лишь одно у меня умереть на земле за тебя. Лишь одно у меня стремление, За тобою везде идти. Пусть меня окружает презренье, Но я знаю, ты помощь в пути. Лишь одно, мой Господь, Жить с тобой для тебя. Лишь одно у меня умереть на земле за тебя. Слава Богу, пожалуйста. Пожалуйста, что тебе готово. Сестра Ева, у вас микрофон открыт. Пожалуйста, прославляйте Господа. Сейчас. Сейчас. Пожалуй, нет ни одного такого человека, которого ни разу в жизни не обидели. В этой жизни мы видим, как люди обижают друг друга на каждом шагу, и поэтому многие умеют обижаться, но, к сожалению, не все люди умеют прощать. Бывает так, что чувство обиды мучает человека всю жизнь, лишает его сна, и нет Божьего благословения. Один брат свидетельствовал о своей жизни, когда он был ребенком, отец, который был алкоголиком, и часто обижал его маму. Однажды в сознании алкогольного опьянения убил ее. После этого отец попал в тюрьму, и с самого детства этого человека буквально съедало чувство обиды на своего отца за то, что он лишил его мамы, благополучной семьи, счастливого детства. Он был очень несчастным человеком. Даже когда стал христианином, ничего в его жизни не изменилось. И только тогда, когда он понял, в чем причина, после долгих страданий пошел в тюрьму и сказал отцу, что он его простил. Мир и радость наполнили его сердце. А отец этого человека покаялся в тюрьме и отошел вечно с Господом в душе. Мы молимся, проси нам, как и мы прощаем должникам нашим. То есть, если мы прощаем, то мы просим Бога также и не прощать и нас. Если вы будете прощать людям согрешения, и кто просит, и вам, Отец ваш Небесный. Матфея 6.14 Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему, не только тебе до семи, но до семидмижды. До седмижды семидесяти раз. Матфея 18.21.22 Стих родился моей дочечки, родился так, в 2004 году. Обида. Когда тебя обиды слезы мучат, и стонет тяжко ранена душа, к Иисусу обратись, пусть Он научит. Прощать обиды старые не ворошал. Прощать всем сердцем и душой с любовью. Всех, кто обидел, предал, кто тебя. Не забывая, что своей святой кровью Иисус себя обмыл, грехи простят. Я не могу простить, забыть нам должно. Не Божью эту фразу и не вспоминать. Бог в Библии сказал, что всем нам нужно семь раз по семьдесят людей прощать. Когда ты всех своей прощаешь жизни, не сожалея ни о чем и не скорбя, Жжет новая с Христом тебя отчизна. Прощение дарит нам Господь, любя. Молись за тех, кто изменил тебе и предал. Тебя ругает злобою дыша. Тебя Он камнем, ты же в Него хлебом. И станет доброй черствая душа. Ее наполнит доброта, ты сам увидишь. И этим чудом будешь потрясен. Прости Его, молись. Ты слышишь? Тебе стать может лучшим другом Он. Слава Богу. В часы тревогу, нынья и сомненья, Не видя света, света пред собой, Душа болит, терзается в волненьи, Спешу Господь прийти к тебе с мольбой. Как счастлив я, что я Христа имею, Как счастлив я, что Он всегда со мной живу я им, Об этом не жалею. Как счастлив я, что Он со мной друг мой, Он образивный, краткий и смиренный. Христос Господь, живи во мне всегда, Чтоб сердце был в моем запечатленный, Не дал упасть под тяжестью креста. Как счастлив я, что Он всегда со мной живу я им, Об этом не жалею, Как счастлив я, что Он со мной друг мой. Кому пойду я в горости сердечной, С участьем кто протянет руку мне. Лишь ты один, с любовью бесконечной, Меня просил, меня привлек к себе. Как счастлив я, что Он всегда со мной живу я им, Об этом не жалею, Как счастлив я, что Он со мной друг мой. Но мне порой так тяжело бывает, И кажется, оставил Бог меня. Но вновь душа словам твоим не мает, И я не оставлю, я люблю тебя. Как счастлив я, что Он всегда со мной живу я им, Об этом не жалею, Как счастлив я, что Он со мной друг мой. Слава Господу! Да, слава Господу! Слава Господу! Пожалуйста, кто еще приготовил. Пожалуйста. Слава Господу! Пожалуйста, что субтитры, Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Дети Африки умирають, Від него гине весь Афганістан. Ночами хтось ридає від безсилля, Тому що віру в Бога загубив. Кругом не вбивство, ненависть, насилля, Вже ворог стільки лиха наробив. Він дерся у церкви, сердечні храми, Вже вченнями наповнила земля. Народи йдуть невірными шляхами, Обман і фальш дорогу простеля. Безбожний світ, до чого докотився, У морі зла є краплі доброти, Над нами Бог у милості схилився, Ще кличе нині кожного прийди. Христова церква святості в терпінні Несе свій труд в останні грізні дні І не зупинять християн гоніння, Чи ворога погрози всі страшні. Нам на землі тій стало дуже тісно, Чекають небеса давно вже нас, А чужина приносить рани злісно, Живемо в сумний та останній час. Ще варто для Христа попрацювати, Народи Божий, Стань сьогодні в стрій, Іди овечок згублених шукати, Поправний, друже, ти світильник свій. В смиренні кожен знову хай огляне, Свої стосунки з Богом і життя ще ясно так, А скоро ніч настане, Тоді вже буде зайвим каяття. Ось трубний звук над світом роздається, Христос гляде, Останні дні летя. Чи є ще серце без Ісуса б'ється, Для того є ще нині благодать. Нам очі вгору підіймати треба, Бо вибавлення наше – це є час. Війдемо разом ми у велич неба, Де із любов'ю Бог чекає нас. Вечірні тіні скрізь лягають І закривають світлу путь, На серці сумно я благаю Спасителю зі мною будь. На серці сумно я благаю Спасителю зі мною будь. Ні шлях далекий через гори Земні страждання мене ждуть. І скажуть люди, люте горе, Спасителю зі мною будь. І скажуть люди, люте горе, Спасителю зі мною будь. З тобою я щаслива всюди, З тобою завжди хочу йти. На цій землі нещасні люди, Оспасе будь зі мною ти. Вечірні тіні скрізь лягають, Та віру світлідні прийдуть. В годину сліз тебе благаю, Спасителю зі мною будь. В годину сліз тебе благаю, Спасителю зі мною будь. Слава Богу! Так, слава Богу, слава Богу! Пожалуйста, то і що. Пожалуйста, вас, Вальдома. Слава Богу, прості і сіці! Брат володець церкву Ізвага. Але оглянуться. Лепить із праха Очень скупо. Почти совсем із нічого. Але Бог – це великий скуптор. І чоловік – шедевр його. Ніхто і ніколи не зможуть В Господні тайну заглянути, Создати і сотворити все Божіе, Тим більше і житті вздохнути. Ось образ Божий, як начало. А чоловіку отражати. Небытие вдруг в житті стало. Ось що таке созидати. Із праха чистая родиться. Перший взгляд і шах, і вздох. І остається ізуміться. Ошибку зробити не зробить Бог. Все совершенно безупречно. О, нікаких із'янов нет. Божественно і чоловічно. Єсь тільки мир і єсь тільки світ. І в самой красної скульптури не дотягнутися до того, не призвищало счастья бурю. Жить возле Бога Самого. І як ж этому сломатися? І як ж Бога не понять? І як ж смерти не бояться? І як ж грешно обняти? Случилось? Надо же, случилось. Єсь грех і смерть, і темнота. Пенебреження, Божья милость. Але без її тепер куди? Свободу Божию променяли на неподвольний рабський труд. І вбегали, і вбегали. О, до сих пор ще бігут. Не вогрючай. Праху возвратиться глупо. От совершенства прямо вниз. Але Бог – це великий скульптор. А чоловік – він не каприз. Все правильно. Господь все делал. Был образ Божий воплощен. Як чудо – дух, душа і тело. І хто ж виноват? Що он? Так легкомытино, небрежно Любови Божией пренебрег. І сразу смертним стал і грешним. І що він на себе навлек. За поколение поколением Не може бути, що Бог отверг. Конечно, він вернет творення В тот сад земський человек. Так Слово Божие обещает. Не житт, да от Бога нам вдалей. Но оглянуться не мешает. І сада сами ми ушли. І плод запретний ми нашли. О, Господи, я возвратюсь. І з праха в житт. І в сад земський, Несли б не, істос. Слава Господу! Так, слава Богу! Слава Богу! Брат Олег, церковь і два. Хочу в пісні прославити Господа. Я співаю, як спаситель Мене дивно полюбив Як страждав він мій учитель І мені на імене набіг простив Пісня ліця до Ісуса Смерть він мене купив Кров пролив свою невину І мої гріхи простив Я співаю пісні звуки Щоб мене від мук спасти Він прийняв за мене муки Да в саби він распісти Я співаю, як спаситель В нибі чистому сія Як всіх любий відкупитель Вічно з ним пребуду я Слава Господу! Хочу прочитати Псалон 113 Хочу прочитати Псалон 113 І що з тобою, Йордан, що ти обратився назад? Що ви прыгаєте в горы, як овны, і ви, холми, як агнцы? Прид лицем Господа трепещи земля Прид лицем Бога Яковлева Привращающего скалу в озеро, воды І камінь в источник вод Не нам, Господи, не нам, но імени Твоєму Дай славу Ради милости Твоєї Ради істини Твоєї Для чого язычникам говорить «Где же Бог їх?» Бог наш на небесах творит все, що хочет А їх ідоли ж серебро і золото – дело рук человеческих Есть у них уста, но не говорят Есть у них глаза, но не видят Есть у них уши, но не слышат Есть у них ноздри, но не обоняют Есть у них руки, но не осязают Есть у них ноги, но не ходят І вони не здають голоса гортанню своєю Подобно їм, да будуть делаючі їх І все надеючіся на них Дом Израилів, уповай на Господа Он наша помощь іщит Дом Ааронов, уповай на Господа Он наша помощь іщит Боящийся Господа, уповайте на Господа Он наша помощь іщит Господь помнит нас, благословляє нас Благословляє Дом Израилів, благословляє Дом Ааронов Благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо, небо Господу, а землю Он дал, сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу. Но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя. Псалон. Христос мой, как о тебе молчать, как тебя не благодарить. Ведь ты дал право тебя познать, и твой свет людям дарить. Не покидай меня, я быть хочу с тобой. Каждый день и час, и миг земной. Руку подай, любя, в вечность веди меня, в мир счастья солнечного дня. Творец мой, ты для людей лишь мир, для меня спаситель Христос. Создатель неба, планет и звезд, утешитель горя и слез. Не покидай меня, я быть хочу с тобой. Каждый день и час, и миг земной. Руку подай, любя, в вечность веди меня, в мир счастья солнечного дня. Всевышний, ты нас благослови для труда во имя Христа. Пошли нам больше добра, любви, Чтоб не смогли наши уста. Не покидай меня, я быть хочу с тобой. Каждый день и час, и миг земной. Руку подай, любя, в вечность веди меня, в мир счастья солнечного дня. Слава Господу! Да, слава Господу, слава Господу. Пожалуйста, то и что. Слава Господу! Слава Господу, подавшись вам. Сестра Марія. Вір. Життя минає, наче без випадок проминулих днів. Поваги, коли віра непохитна. Здається вже, на небо би злетів. А іншим разом не пожити. Не докупив машину, хату чи волів. Не вспівши всю роботу поробити. Та гроші доси та гроші доси та не заробив. І так минає день за днем та рік за роком. У суматосі діл, життя летить. Та варто все ж таки заглянуть просто у скарб сердечний, де майно лежить. Ні, не багатство світа цього. Не тлінне все, що ти в житті придбав. Заглянь сьогодні в глибину сердечну, зрахуй. Чи ти все досить назбирав? Чи досить там любові і терпіння? Можливо, їх немає вже давно. Вернись туди, де загубив спасіння. Знайди диру, де випало воно. Можливо, з братом ти не примирився. Чи може ти, сестри, простить не міг? Згадай, де впав. Подумай, повернися. Розкайся перед Богом за свій гріх. Не допусти помилки ти такої, Щоб, оглянувшись перед смертю ти, Заплакав гірко, що за земні всі роки Не зміг в скарбницю доброго зложить. Амінь. Пісня. Бувають у житті тяжкі хвилини, Коли не видно сонечка захмать, Коли розлук і настайна, Все вущає стежинка в небеса, Коли з'яв'януть сили і немає Нікого, хто б розрадив у біді. Згадай, мій друже, що тебе тримає, Ісус Господь розп'ятий на хресті, А сонце нижче й нижче все сідає, Ще трохи і за обрів вже зайде, На шлях тернистий до кінця спливає. А в небі радість нас з Ісусом жде, Коли з'яв'януть сили і немає, Нікого, хто б розрадив у біді. Згадай, мій друже, що тебе тримає, Ісус Господь розп'ятий на хресті, І знову по вузькій земній стежині, З тобою поряд тихо він йде, Якщо ж ти зраниш ноги цій долині, Бере на руки ніжно і несе, Коли з'яв'януть сили і немає, Нікого, хто б розрадив у біді. Згадай, мій друже, що тебе тримає, Ісус Господь розп'ятий на хресті. Слава Богу! Да, пожалуйста, то і що. Можна мене, да? Мир вам, братья і сістрі. Мир вам. Дякую. Господь да благословить нас в этот час. Знаєте, Господь побуждает так мое сердце, щоб сказати одно свидетельство. Це було давно було, а кабут було недавно. Знаєте, коли ми спомінаємо о чудесах і делах Господні, що Господь сьогодні совершає, чи совершив коли-то. Там написано в Писані, «Они победили кров'ю Анса і словом свидетельства Своєго». Знаєте, коли це було в Ізраї, було ще до Ізраї, Україна була і в Ізраї. Тому що я кажу, як і Господь побудив мое сердце, я званив на Урал, в Росію. І там щас болість така пошла, корь. І корь і, скажі, флу – це простуду, інфекція більша, то люди до того болеють і не можуть освободитися. А, це… Детська болезнь, корь, ой, забув, як називається. І случилась така біда, і случилось це було вже давно, коли у нас Андрей, сестра моя, заболела, і прийшла к нам, Андрею було, сыну нашому, 9 років було, і Андрей у нас заболел. І случилось так, що… і врачи нічого не могли зробити. І нам там советували выходити на вулицю, дышати свежим воздухом. І така біда була, ми виходили на вулицю рано, утром, 5 часів. А там эта станція Константиновка трещину дала, і радіація була. А ми через 3 місяці узнали. І получалось так, одно к одному, накладка такая пошла, що у нас Андрей і так заболел. І тут ми виїжджаємо в Ізраїль, в Ізраїль, коли проверили, сказали, ми, говорить, нічого не можемо зробити, ми нічого не можемо поможуть. І от… це було в домі там, ну, квартиру ми знімали. І случилось так, Андрей лежав. Ему було 2 годика, третій годик только був. І він синеєт і все. Синеєт, задихається і все. І я так кажу Господу, я не знаю, склонив колени или нет, я думаю, що я склонив колени, начал молитися, я кажу Господу, Господи, уже не можу смотреть, ну не можна смотреть на дитя, коли дитя задихається і умирає. І ви знаєте, в цей миг, в одно мгновення, в одно мгновення, Господь вот так вот раз, раз ісцелив. Таке чудо було. Я просто вам говорю, говорю, що коли ми возлагаємо на Господу уповання, почему, коли ми молимося друг за друга, у нас должно быть сострадання. Именно сострадання. Якщо у нас сострадання немає, і хоч молись, не молись, і нічого не мається, то ми, коли молимося друг за друга, як написано в Писані, братья і сістрі, у нас должно быть чувство Христове сострадання. Почему я говорю, я сам Христос показав цей пример, і сострадання, і любовь к тем людям, коли коли він був на земле. І Господь, що совершав ці чудні дела. І сьогодні також, Господь велик, велик. Ми маємо не забувати це, і помніть це, і благодарити Господа, що він є наш Целитель. Нет, для Бога нічого невозможного. Але коли ми приходимо к Господу, і, бувається, ми себе зав'язуємо, чи пов'язуємо словами, говоримо, молимося, а самим підсознанням у нас происходит, що такое, що, а Бог мене не цілит, Бог мене не любит, що ще може бути. Ну, разные такі вариації. Якби сами ми себе заклинаємо, пов'язуємо себе словами своїми, а потом Господь не совершає. Що є для Бога невозможного. Колега ісцелял. Скажу, случай такий був. Я, як за Андрея, на сына своего, сказав, коли Господь ісцелив його, ви знаєте, ми вдвоєм трудилися там в Ізраї, благовістиям, благодарення Господу. Ми забыли за те, що така проблема була. В один миг це все случилось. Одна сестра рассказывала, це вже в Николаві, в Молдаві. Що тогда було Молдаві, не Молдова. Ви знаєте, там були два брата, такі, які молились за больних. Ви знаєте, я вже як-то говорив, але я повторяюся, говорю, привезли дитя, рожденне дитя, ручок не було от рождения, рук вообще не було. І коли ці братья почали молитися, прямо з цих місців почали руки расти. І до определенного місця, ну так, сколько размером должны быть, выросли руки. В одно мгновение, начали сразу на глазах расти руки. Така милость Божья. Та сестра, коли видела, ну, такое чудо, она, говорит, так кричала, конечно, от радости, що наш Бог велик, велик Господь. Ми должны так доверяться Господу, верить Ему, що Наш Целитель, що Нас Избавитель. І він не хоче, щоб, як многие кажуть, «О, болість от Бога, там ще щось починаєте, знаєте, все на Бога сваливається, що Бог». Да, 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 що бувається, що Господь, ну, як допускає, попускає, але по нашим, по нашій вине, по нашій вине ми самі открываємо двері. Буває дьявол, як брат Айрид, говорився, слово, що грех, грех, коли ми відкриваємо двері дьяволу, не Бог виноват, ми самі виновні, і ми должны це осознать. Буває, знаєте, ось таке искушення йдет, буває, що часом так люди, враг ось такий сядет, і випадеш, і ти щас разобьєшся, у тебе щас це злочиться. Якщо людина це злочиться, і берет це, як вам сказати, берет це за основу для себе, що це з ним злочиться, то це злочиться, то враг зробляє проблеми, Бог тут ні при чому. Тому написано в Писані, що ми повинні побеждати дьявола, прогонять. І ці мисли, які приходять не добре, к нам приходять, до дьявола, ми його повинні разрушати. Тобто за веру, як сьогодні брат говорив, за веру, що ми повинні верити, верити Господу, що він совершить. Да, може не зараз, але у Господу положена мера, положено время, коли є століття, ми повинні до конца верити Господу і полагатися. І свидетельствуйте говорити, що сьогодні Господь наш велик. Да, велик Господь. Слава Ісусу! Господь да благословит каждого, укрепит веру і підтримує, щоб ми не окунались в ці проблеми, в свої проблеми. Ось був у мене случай, вчера чи позавчера, ви знаєте, я такий больной був, больной був, ну, плохо мне був. І вдруг так Господь побуждает позвонити мне, одной сестре, а я ще хуже, ще хуже, ну, чем у мене. І що таке свидетельство я, що Господь делает? Я, коли почав їй говорити, підтримують Словом Борим, я і забув, що я больной, мене Господь исцеляє. Через Слово, я кому-то говорю і кому ми говорим, свидетельствую, Господь совершає в нас, і Господь нас укрепляє. Так це верно, так оно і є. Господь да благословит нас і поможет, щоб ми були свидетелями Господніми. А не говорить, що Бог, да, Бог наказує, так написано в Писані, але не до смерти ж. Але коли є болість смерти, а є болість не до смерти, але все одно, як би болість не була, вона все одно одручає человека. І для цього Христос прийшов, і він сьогодні тот же, так же освобождає, так же исцеляє. І ми будемо верити до конца і не давати вот цим разним мыслям, сомненням, які враг навеїває. А ми буваємо часом, і иногда, знаєте, як думаємо, що це моє, це для мене, це наказання для мене. А для чого тогда Христос прийшов? Христос прийшов для того, щоб нас избавить від власти дьявола і сатані. Благодарення Господу. Будемо уповати. І що у нас в житті когда-то раньше случилось, 10, 20, 30, 40, 50 років назад, братья і сёстры. Будемо вспомінать те, те, що Господь, даже песня є така, що буду вспомінать все, що Господь для мене зробили, будемо вспомінать, і благодарити Господа. До того, що було дуже давно, було, що Господь совершило це. І коли ми починаємо це свидетельство, і благодарити Бога, Господь нас укрепляє. Господь да благословит каждого, і укрепит, і підтримує, щоб славу ми роздавали не врачам, не себе, що я достиг, я це сделал. О, я сам себе помог. Нет. Господь. І да буде слава Господу. І ныне і вовеки. Аминь. Господь да укрепит. Аминь. Дай і аминь. Слава Господу. Дай і все так. Якщо веримо, поверю, якщо він ще не читав, і слово говорить, поверю, поверю. Пожалуйста, сестра Людмила, Микрофон включите, ми не слава Богу. Слава Богу. Когда друзья покажуть спину, в часи немыслимых тревог, не позволяй, щоб сердце в льдину вдруг превратилось, знает Бог. Когда остался без поддержки, родным чужая боль твоя, не осуди любимых в спешке, так нужно, значит, для тебя. Когда твой путь лежит через бездну и некому руки подать, теряеш всякую надежду, Бог хочет ближе к тебе стать. Не Он ли это допускает, остановив привычный бег? Бог твое сердце сокрушает через обстоятельства судьбе. Так хочется расправить крылья, но не дается тот рывок, и выплакав свое бессилие, поймешь, что очень близок Бог. Плотских эмоций боль уймется, доверишь все, как есть ему, и вера птицею взметнется, прорвав сгустившуюся тьму. Когда друзья покажут спины, в часы немыслимых тревог, беги скорей к Божьему Сыну, покой и мир у Его ног. Помни, Господи, свой народ, Аллилуйя, Аллилуйя, и от всякого зла сохрани, Аллилуйя, Аминь. Сделай, Господи, свой народ, Аллилуйя, Аллилуйя, совершенным в любви Твоей, Аллилуйя, Аминь. Маранафа, 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 Господь грядет. Маранафа, 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 Господь грядет. Собери свой народ, Господь, Аллилуйя, 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 воедино с четырех метров, Аллилуйя, аминь, как рассеянный хлеб по холмам, Аллилуйя, Аллилуйя, твое царство его собери, Аллилуйя, аминь. Маранафа, 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 Господь грядет. Маранафа, 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 Господь грядет. Да придет твоя благодать, Аллилуйя, Аллилуйя, и откроется вечность твоя, Аллилуйя. Приходи тот, кто свят, приходи, Аллилуйя, Аллилуйя, если грешник, покайся и пой, Аллилуйя, аминь. Маранафа, 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 Господь грядет. Маранафа, Маранафа, Господь грядет. Маранафа, 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 Господь грядет. Маранафа, 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 Господь грядет. Слава Богу. Да, слава Богу, слава Богу. Пожалуйста, кто еще? Таня, Оксана, кто из вас? Слава Богу. Да, слава Богу. Їм в бій нелегко зрозуміти, на двох тепер біда одна. Сирени чули їхні діти, вірвала з дім страшна війна. Обличчя теж кругом руїни, і катування, смерть і жах. Проходить наша Україна, Ізраїлю пролів цей шлях. Давайте плакати із ними, за них молитви висне сіть, і миру для Єрусалиму у Господа завжди просіть. Хай запанує мир у мурах, безпечно буде у домах. Прийде кінець, хатням похмурим, і радість селиться в серцях. Моліться, люди, за Ізраїль, моліться за вибраний народ. Тоді над нашим любим краєм зійде ще сонце без скорбот. Моліться ви за ту оселю, який месія наш зростав. Робив добро, долав пустелю, навіки нашим Богом став. Я вірю, що в жахливих битвах давно він бореться за нас. Лише об'єднаймося в молитвах у непростий воєнний час. Наближуйте цю перемогу, і миру для країн просіть. На двох тепер одна дорога. Боріться, плачте, голосіть. Надія є, а нам без неї так важко вижити в ці дні. Моліться, люди, за євреїв, і нас самих не лишить Бог. Да, слава Господу, пожалуйста, сьогодні. Вкручуйте видео. Коли я слухаю, читаю Слово Боже, Роздумую, чи правильно живу, Чи по усім земним своїм дорогам Зі Словом Божим згідно я йду, Чи ближнього люблю усім я серцем, Чи не горить гординя у душі, А чи не прагне заздрість в душу вдертись, Чи чистими є всі думки мої, Чи часто я молитися бажаю, Не лиш за друзів, а й за ворогів, В чужому оці скалки не шукаю, А можу її бачити в своїм, Чи я прощаю всім свої образи, Не ранять серця докорів слова, Благословляю всіх, як Слово Боже каже, Чи справді віра ще моя жива, Чи бачу тих, хто у хворобах плаче, Спішу завжди в біді допомогти, Якщо ж не так, Ти, Господи, все бачиш, Дай сили мені, Негаючись, прийти, Чи каганець мій Посвітити зможе тому, Хто заблудивсь, Аби він міг спастись, Якщо не так, Допоможи, Мій Боже, Оливою твоєю запастись, Чи встою я В часи випробування І не стане враз руїною мій дім, О, Господи, На тебе уповання, Чи є опора у житті моїм, Якщо не так, Як ти бажаєш, І сили слабнуть, Щоб у вірійти, Ти, Господи, Мої недуги знаєш, Допоможи їх всі перемогти, Як прийде час Перед тобою стати, Щоб ти в оселі Неба запросив, Дай мудрості Діла свої звіряти Зі словом, Що його ти заповів. Амінь. Дай і амінь, Слава Богу. Я зараз теж читаю стих, А потім, може, Ктось ще з'являє, Пожалуйста. Звучила страшна Любовь і грех, Прибиті в місці на одному крісте, А у підножі люди, Крик і смех, Пересекали всі зори на Христе. Толпа безумственна, Клумиться зло, О, якщо ти, Сам Бог, Садись з кріста, А вдруг і вправду, Распятая плоть, Покинеть крест, Позора, Що там, Толпа, Спаситель з кресту, С місці смотрел, На тех, Кто говорив, С креста саді, Кто для любви, Гвозди не пожалел, І серце билося, Тяжело в груди, Лисо Христу Уже дышала смех, Єврейська земля Зала конец. Що громче крик, Що громче слышу смех, Прости им, Иисус молил Отца, Какі злі лиця у людей, Дішать так трудно, І в глазах темно, Живое тело рветься От гвоздей, А им там Уподножець все ровно, Із рук пронзенных, Із пронзенных ног, По дереву креста Струиться кров, Я їх любил, Я сделал все, Что мог, Но разве им нужна Моя любовь? Не тронуть камень Не удержал, Не удержал. И подошла притихшая толпа К колючому тяновому венцу, Що с головы Иисуса вниз упал. Случилось, Люди больше не кричат, И медуя настала тишина, А на кресте Кровавая печать, І громко засмеяла сатана, Що, Канечко, Погас спасений свят, Ничто не буде С Господом в раю, Ісус был прав, І больше его нет. Он оказал божественную свою І окружить людей В русских мрак, Как страшно жить, Кромешной темноте, Но слова Богу Было все не так, І наш Господь Остался на кресте. І з рук пронзенных, І з пронзенных ног Последняя уже струилась кровь. Але Ісус нас Разлюбити не мог, І не могла сойти С креста любовь. Он знал, Что нет і не все К нему придуть, І все поверят, Распятую любви, І все у ног Його покой найдуть. Но Он для всех Эту любовь явил. Он искупил нас От греха и тленья, А ти все проверяєш, Бог ли Он? Тебе как трудно Преклонить к колене, А бывший Сын За грех твой Был казнен. Он не сошел с Христа, Чтоб ты был счастлив. Заходи шли, Иисусу в жизнь отдать, Сегодня длится Божия благодать, А завтра Ты над будущим Не властен, Спеши теперь Спасение принять. Иисус готов Тебя сейчас обнять. Он не сошел с Христа, Чтоб ты был счастлив. Сегодня длится Божия благодать. Но если ты Спасение безучастен, Случится страшное, Ты не можешь Ты можешь опознать. Аминь. О, как чудно сменен Образ жизни моей, Лишь когда я Христа познал, И в душе у меня Свет сияет сильней, Лишь когда я Христа познал, Лишь когда я Христа познал, Лишь когда я Христа познал, Рада сердце моем, Бьет горячим ключом, Лишь когда я Христа познал, Я у ног Иисуса У часа сижу, Лишь когда я Христа познал, Не пристанно Трудясь, Я ему служу, Лишь когда я Христа познал, Лишь когда я Христа познал, Лишь когда я Христа познал, Рада сердце моем, Рада сердце моем, Бьет горячим ключом, Лишь когда я Христа познал, Христа познал, Я надежду обрел, Я надежду обрел, Словно я Христа познал, Рада сердце моем, Бьет горячим ключом, Лишь когда я Христа познал, Я иду в город Святое, Где Господь ждет меня, Лишь когда я Христа познал, И шагаю вперед Свету вечного дня, Лишь когда я Христа познал, Лишь когда я Христа познал, Лишь когда я Христа познал, Рада сердце моем, Бьет горячим ключом, Лишь когда я Христа познал, Ну пожалуйста, Кто еще может Желает еще Прославить Господу? Что больше нет желающего? Да, время идет. Ну хорошо, Если уже больше нет желающего, Брат Алексей, Что есть ты тут? Да, Заканчивай, пожалуйста, Служение наше, Словом Божьим, И призови к молитве. Да, сейчас. Слава Богу. Слава Богу. Благодарю Господу. Все хорошо, нормально, да? Да, да, все хорошо, нормально. Еще раз всех приветствую Именем Иисуса Господа нашего. Господа благословит нас, Поддержит, Укрепит нас. И как вот это я свидетельствовал говорил, Там вот за Урал, Коклюш, Есть такое заболевание, Это очень нехорошая болезнь, И сегодня Даже взрослые, Раньше дети Как-то болели, А сейчас взрослые Начали болеть Этой болезнью. Вы знаете, Мы уповаем на Господа, Верим Господу. Это слово, Которое сегодня Господь дал, Вернее, За две недели Еще назад Было, Но Господь дал мне Это слово, Чтобы я его сказал. Но по обстоятельствам, Которые сложились, Я вот, Как говорит, На сегодняшний день Это, Как говорит, Выпало. Конечно, Оно неприятно, Это слышать Слово Божие, И многим Оно не вмещается. Когда говоришь о грехе, Когда непослушание, Говоришь, И многие возмущаются, Не принимают, Не хотят даже слышать То, Что в жизни. Но мы живем в этом теле, Живем на этой земле, И мы сталкиваемся с этим. Знаете, Я не могу прочитать Слово Божие, Я включу тут Как его, Тот, Который читает Это слово Божие, Мы выслушаем Слово Божие, Это 1 Коринфяна, 7 глава. Тут, Сейчас, Минутку, Я включу. Тут написано, Вот выслушаем его. А о чем вы писали ко мне, То хорошо человеку Не касаться женщины, Но в избежание блуда, Каждый имей свою жену, И каждый имей своего мужа. Муж оказывает жене Должное благорасположение, Подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, Но муж, Равно и муж не власти над своим телом. Но жена, Не уклоняйтесь друг от друга, Разве по согласию, На время, Для упражнения в посте и молитве, А потом опять будьте вместе, Чтобы не искушал вас, Сатана не воздержанием вашим. Впрочем, Это сказано мною как позволение, А не как повеление. Ибо желаю, Чтобы все люди были, Как и я, Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, Другой иначе, Безбрачным живдовам говорю, Хорошо им оставаться, Как и я. Но если не могут воздержаться, Пусть вступают в брак, Ибо лучше вступить в брак, Нежели разжигаться. А вступившему в брак не я повелеваю, А Господь, Жене не разводиться с мужем. Минус. Если же разведется, То должна оставаться безбрачную, Или примириться с мужем своим, И мужу не оставлять жены своей. Впрочем же я говорю, А не Господь, Если какой брат имеет жену неверующую, И она согласна жить с ним, То он не должен оставлять ее. И жена, Которая имеет мужа неверующего, И он согласен жить с нею, Не должны оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующую, И жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, А теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, Пусть разводятся, Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Господь, почему ты знаешь, Жена не спасешь ли мужа? Или ты, муж, Почему знаешь, Не спасешь ли жены? Только как. Аллилуйя, слава Богу. Вот мы выслушали Слово Божие, Которое говорит нам о многом. Почему это Слово Божие? Знаете, Если так разобраться, Что мы живем в сегодняшнее время, Это время, И что мы сегодня видим, И что мы сегодня слышим. Столько разводов, Столько всего недоброго. Я знаю, Например, Ну, Одного человека знаю, Что у него, Вот, Например, Уже четвертая жена. Я не осуждаю этого человека, Но вот одна жена была, Вторая была, Третья. Вы знаете, Что интересно? Все сидят в одной церкви, Сидят на одной лавочке. И вот так вот, Первая, Вторая, Третья, Я за трех слышал, Я за четвертую не знаю, Но дело в том, Что у него четвертая жена. Я не говорю за это, Лично за этого брата, Но я говорю за слово Божие, Которое говорит нам, Что, Как нам жить, И как нам поступать. Смотрите, Что получается. И знаете, Что получилось в это последнее время? Нету стыда. Пропал стыд. Все сидят на одной лавочке, И все в одной церкви, И еще члены церкви. Вот такое время мы, Братья и сестры, Пришли. Но слово Божие Говорит нам нечто другое. Там написано в Писании, Что если женщина или жена, Которая оставила мужа, Да, И стала, Она должна оставаться безбрачной, Или примириться с мужем. Сегодня делается нечто, Нечто по-другому все. Почему я говорю, Это больной вопрос Сегодняшнего времени. Ну, говорят, Да, если так, Если там жена изменила, Или он изменил, При любудеянии, Там написано, Он свободный, Становится свободной По измене, Именно по измене, Которую человек изменил. Но каждый, Может ли, Каждый человек Может простить. У нас церковь было, Это еще в Украине было, Вы знаете, Один брат, Он дьякон был, И жена взяла, Ушла к другому, Стала жить с другим. Я просто говорю, Примеры, Что мы поняли, Но почему это Слово Божие Нам говорит. Вы знаете, Он два года, Два года он молился, Мы в церкви молились, Чтобы, Вы знаете, Он просил ее, Чтобы жена вернулась к нему. Даже в том состоянии, Которое блуденно жило С другим мужчиной, Да, Будучи тоже верующая была. И случилось так, Что когда-то однажды Он молился, И он говорил, Господи, Прости меня, Видать, Она жена хотела, Чтобы еще дитя было, А он не хотел дитя. И, в общем, Такой конфликт, И она ушла к другому. Хотя от того мужа, Мужчины, Который жил, Она не имела детей. Но когда она вернулась, Бог ее вернул, Да, Она родила дитя. Вы знаете, Я хочу сказать за этого брата, Знаете, Я, наверное, Так не поступил бы. Я не смог бы. Я за себя говорю. А он жертвовал с тобой, Да, А после того, Когда это все случилось, И жена вернулась, Родилась, Он еще был пресвитером церкви, Церкви Песятников, Это в Николаеве, Лисках. Благодарение Господу, Знаете, Вот один может прощать, Другой не может. Тут написано, За женой, За мужа, За развод. Сегодня очень-очень много разводов. Говорят, Что среди христианства, 75% разводов, Господь да помилует, Господь да помилует нас всех, Чтобы мы не были соучастниками. И вот, Как сегодня брат говорил, За покаяние, За прощение, За веру говорил, Я тоже говорю, Мы виновны во всем. Знаете, Ну, У меня все чисто, У меня все прекрасно, Но в Писании написано, Что мужчина посмотрел на женщину, Как, С вожделением, Уже в сердце прелюбодельства, Уже, Уже измена, Прелюбодеяние, Это измена, Что мы это понимали, Да. И вот сегодня, Я помню, Еще в 80-е годы были, Там в Украине такая волна шла, Любовников. Может, Вы это слышали, Это такой грех был. И этот грех сегодня, Он сорствует и так же в церквах. В наше время, Я не знаю, Может, В некоторых церквах нету, Но тайны, Вот это, Которые сегодня, Братья и сестры проходят, Да. Да. Мы должны говорить и обличать, И не быть соучастниками. Не быть соучастниками этого. Да. Да. Мы согрешили пред Богом. Может, кто-то в меньшей мере, Кто-то в большей мере, Но Слово Божие говорит, Что мы даже не должны допускать мысли, В нас мысли не должны приходить, Чтобы о разводе, Или чтобы уходить, Чтобы не жить и тому подобное. Так говорит Слово Божие. Потому что от начала, Помните, Когда Христу задали тоже вопрос, Позволительно ли жене разводиться с мужем? Почему-то же за жену написано, Что женщина как бы, Вы знаете, Была что-ли во всем виновата? Смотрите, Когда привели ту женщину, Которую застали при любодеянии, И что произошло? Ее привели, Чтобы побить камнями, А где же тот мужчина был? Где тот мужчина, Который с ней был? Может, Из тех же священников, Первосвященников, Или фарисеев и книжников? Мы не знаем, Там не написано Писание, Но Господь это знал. И смотрите, В Слове Божьем написано так, Чтобы не оставлять, Ибо если идет освящение, Освящение, И так же на детей это распространяется, Но если получается в жизни, Что человек, Ну нет, Уже край, Уже идет, Что вы можете, Знаете, Ну говорят, До убийства такое, Что уже готовы убить друг друга, Я говорю к верующим, Я не говорю ни за неверующих, За верующих говорю, То враг, Понимаете, Всячески делает, Чтобы эту сделать проблему, Лучше оставить, Лучше, Если даже разошлись, Должны оставаться безбрачными, Так говорит Слово Божие, Да, Если мы согрешили, Мы виновны, И в нашей жизни было, Такие моменты, Что ли, Или мы проходили, Переживали, Или даже это случилось, И мы замужем, Или женатые, Несколько раз, И тому подобного, Я хочу сказать, По Писанию, Как написано в Писании, Господь есть наш Господин, Он прощает всякий грех, Мы не должны его закапывать, Мы не должны его прятать, Этот грех, Как Господь побуждает говорить об этом, А мы должны сказать Господу, И сказать, Господи, Прости, Омой, Очисти меня от этого греха, Но если мы, Знаете, Так вот бывает, Люди приходят, Да, В церковь, А мы начинаем укорять, Мы начинаем осуждать, Мы начинаем унижать людей этих, Знаете, А чем мы лучше других? Мы тоже, Ну, Мы не в этом грехе виноваты, Мы в другом виноваты, Как и сегодня брат говорил, Да, Один грех, Один грех, И все, Тело, Все, Все, Все мы уже грязные, Мы уже запачканные, Да, Господь да поможет нам, Что вот это Слово Божие, Которое нам говорит, Мы должны покаяться, Покаяться, Чтобы вот это прелебудеяние Не было в нашем сердце, Да, Мы все, Рожденные на этой земле, Мы прошли этот путь, Да, И были мы, Некогда были неверующие, И мы когда были неверующие, Мы как хотели, Так и жили, Но когда пришел закон Божий, Мы нам, Господь его открыл, Этот закон, Да, И мы увидели, Что мы неправо жили, Неправо поступали, Да, Именно в этом грехе, Это называется, Или блуд, Или прелебудеяние, Мы виновны пред Богом, То Господь для этого пришел, Как вот за ту женщину, Которую застали прелебудеяние, Господь сказал, И я тебя не осуждаю, Иди, Предни греши, То есть, Вот это старое, Которое было в нашей жизни, У кого-то было, Может еще хуже, Было, Вот, Например, Аборты, Да, Незаконное зачатие, Блудея и тому подобное, Да, Это все грех, Это все в одно сходится, И знаете, Всегда обвиняют мужчину, Ой, Мужчину, Женщину обвиняют, Что она всегда виновата, А мужчина, Знаете, Как бы омыл руки, Так, Знаете, И он ни в чем не виноват, А что он соучастник этого, Блуда или прелебудения, Или, Или вот это, Где-то рождение незаконное, Которое в блуде, Братья и сестры, Мужчина как-то остается чистым, И потом у времени это было, Так же происходило, И мы когда исследуем Писание, Ветхий Завет и много таких случаев, Да, Ее уже камнями, Ее надо камнями побить, Ее надо сжечь, За этот грех, А он же сам был с ней, Он же и кричал, Он с ней был в постели, Да, А потом он начал кричать, Что ее надо сжечь, Вы знаете, В моей жизни, В моей жизни, Я был неверующий, Я уверовал 24 года, Вы знаете, Я тоже, Знаете, Такое было, Я был неверующий, Я вообще Писание не знал, Я тоже ненавидел блудниц, Вот пренебрегал, А сам в этом грехе был, Да, Вот такое в жизни у нас бывает, Бывает, Что наш дух, Наш дух, Человеческий дух, Он понимает правильно, Чтобы жить, А вот это тело наше, Понимаете, Пораженное грехом, Оно нам диктует совсем другое, То Слово Божие говорит, Да, Да, Я не скрываю, Мы все согрешили виновные, Да, Мы будем просить Господа, Что Господь нас очистил, Если у нас там разводы, Если у нас, Какие несколько раз там, Кто-то женился, Или замуж выходил, У нас есть Господь, Братья и сестры, Который прощает, Который очищает, И который нам говорит, Иди пред не греши, То есть, Не возвращайся назад, И больше не делай то, Что ты делал когда-то, Вы знаете, Это такое клеймо, Как вам объяснить, Чтобы многие поняли, Что человек не может От этого освободиться, Ну никак, Он уже может, Когда был неверующий, Уже уверовал, И уже семья, Дети, А вот это старое, Старое, Тянется за этим человеком, И оно его, Ну, Бодрует ему, Беспокоит его, Не дает ему покоя, Но когда человек приходит к Господу, Осознает и кается, И просит прощения, Осознает все свои проступки, Господь очищает, Не так, Как говорит человек, Вот ты, Говорит, Мне так говорят, Знаете, Ты вот, Я так буду делать тебе, Вот что ты, Вот что ты мне говорил, Я не принимаю, Но я так сделаю, Что я тебе, Он говорит мне, Что он будет меня мучить, Хотя я его не вижу, Да, Он далеко находится, А я, говорит, Буду являться тебе, Буду тебя мучить, Вы представляете, Какие заклятия бывают, Люди говорят, О, дьявола, Это будучи верующие люди, То мы должны приходить к Господу, Не взирая на лица, Кто нам что говорит, Нас обвиняют, Да, Много, Много что говорят, Если кто-то слышал за Кульман, Катрин Кульман, Катя Кульман, Это было, Было когда пробуждение в Америке, И вот она когда проповедовала, Ну, Скажешь, Ну, Видите, В Америке сейчас и даже эти, Как посрами уже женщины, Вот она когда проповедовала, Это было давно, Где-то 50, Да, Если не больше назад, Вы знаете, И один из зала, Зала человек кричит, Ты разводная, Ты самая такая-такая, Начал на нее, Ну, Прямо во время служения, Большое служение, Ее рандлиционное служение было, Она говорит, Катрин Кульман, Она же умерла давно, Я говорю, Я даже знаю, Где ее похоронили, Вы понимаете, Господь взял наши грехи, Бросил их за себя, Бросил, Их нету, А враг дьявол сегодня, Знаете, Всячески старается, Что? Привязать нас, Вот к этой старой закваске, Тому старому, И он начинает сверлить, Сверлить и мучить нас, Не давать нам покоя, Мы должны выходить, Со словом Божьим, Говорить, Господи Иисус, Я каюсь, Я осознаю, Прости меня, Омой меня, Очисти меня, Я верю, Что ты взял этот грех, Это беззаконие, Эти мы разрушаем дела дьявола, Но если мы пасем это, То старое, Да, И как бы возгреваем его, И оно в нас начинает расти, То, конечно, Результат становится, Снова начинаются разводы, Снова скандалы начинаются, И начинается самое-самое худое, То Господь да благословит нас и поможет, Да, Чтобы мы в верности были, И не забывали, Что есть блуд, Есть прелюбодеяние, Все они забыли за этот грех, Все они почти уже и не говорят, Говорят за трансгендеров, Говорят за геев, Говорят, А этот грех, Куда делся? Он же остался, Да, То этот грех, Не должен царствовать внутри нас, И чтобы быть свободным, Господь сказал, Кого я освобожу, Вы истинно будете свободны, То мы должны исповедоваться Пред Господа, Сказать, Не говорить так, Как вот сегодня говорят, Приходят в церковь и говорят, Господь, Ты все знаешь, Ты все видишь, А я вот, Как вы знаете, Я не хочу ничего видеть, Не хочу ничего знать, Но если грех внутри человека, И человек не свободный от этого греха, Блудая прелюбодеяние, Да, Он не имеет покоя, То мы приходим к Господу, Исповедуясь перед ним, Даже тут вот на конференции, Которую мы собираемся, Братья и сестры, Мы не должны, Вот если нас беспокоит, Не дает нам покоя, Любой грех, Даже вот депрессия, Да, Именно депрессия, Это же дух нечистый, Дьявольский дух, Который мучает человека, И многие, знаете, Беру так, Дьявол так делает, Скрывает, Покрыш, Не стыдно, Почему вот написано, И в Писании, В первом стихе, Там же написано за это, Да стыдно, Стыдно за это говорить, Неприятно это говорить, Да, Но может для молодых, Молодых сегодняшнее, Может и неприятно, Когда мы говорим, Но в наших годах, Которые мы находимся, Братья и сестры, Это просто срам, Это беззаконие, Нашей церкви, Когда, Вот было там, Когда я уверовал, 11 лет я прожил в Украине, До Израиля, Я вам хочу сказать, Было 780 членов церкви, И я ни разу не слышал за 11 лет, Чтобы хоть бы один развод был, И замуж выходили, И женились, И молодежь была, Я ни разу не слышал за это время, Чтобы в церкви был развод, Это был стыд, Да и потом, Время, Если 60-е годы брать, Наши годы, Братья и сестры, Это был даже среди неверующих людей, Это был позор, А сегодня, Вот мы пришли, Такое время, Что ни стыда нет, Ничего нету, И знаете, Ну как-то так вот происходит, Вы сами видите, Что происходит, Мы должны молиться, Не только за себя, Не за наших детей, Внука, Чтобы Господь уберег, Потому что этот дух, Вот Господь напоминает, Это было еще в Украине, И было такое пророческое слово, Было, Или видение было, Видение это было, Что из земли вышли три духа, Дух прелебодеяния, Дух волшебства, И дух сребролюбия, Ну потом, Время еще, Это 80-е годы были, Знаете, Ну как-то не обращали внимания на то, Ну когда мы попали за границу, И вот тут, Когда вот я говорю за Израиль, И вдруг в Израиль, Когда наши наехали эмигранты, Евреи, Русские евреи, И вдруг по телевидению, Прям открытым текстом идет колдовство, Волшебство, Вражба идет, Открытым, Прям по телевидению, Люди звонят, И она отвечает, И колдует, За зеленым долларом, Как вы знаете, Это тоже, Это сребролюбие, Которые люди тянутся, Сберегают эти богатства, Да, Ну а за блуд и прелебодеяния, Как уже мы слышали, Что Господь говорит нам сегодня, Мы должны быть свободны, Свободны, Если там посмотрел на девицу, А ты чист, Или женщина посмотрела на брата, Она свободна, А не так, Что только посмотрела, И тут, Так вы знаете, Сразу начинает в голове крутиться, Или в сердце, В духе человека, И человек начинает грешить, Да не будет так, Господь да поможет, Господь да освободит нас, Чтобы врагу не было места, Чтобы мы чисты были, Чтобы наш храм, Вот этот храм, Который телом наше, Да, Чтобы был храмом Божиим, Чтобы Дух Божий обитал внутри нас, Чтобы имя Господа прославлялось, Но если там не чистота, Как может Господь прославиться? Там война внутри идет, Да, Но победа за Господом, Когда мы поварим на Господа, И Господь освобождает, Очищает нас от этих всех злых духов, Нечистых духов, демонов, Которые завладели. Знаете, В Писании, как написано, Помните, Семь зревших возвращается, Когда человек снова входит в грех, Он еще семь зревших берет этот дух. Вы знаете, Когда мы были неверующие, Многие не хотят соглашаться с этим, Когда мы служили дьяволу, То дьявол, Эти духи в нас, Они входили, Входили, Выходили, И тащили туда все во внутрь нас, А теперь время приходит, Надо, Чтобы Господь очистил нас, Чтобы наше тело, Руки, Ноги, Все члены, Все члены, Каждая клеточка, Чтобы было чисто пред Богом. Мы должны за это молиться и просить, Чтобы врагу на одну йоту, Чтобы внутри нас не было ему места. Господь да благословит, Освободит и очистит От всякого порока греха, Вот этого, Как мы сегодня слышали, Слово Божие о блуде И о прелебудеянии. А сейчас эти грехи Еще больше, Кроме этого, Добавились. Будем уповать на Господа, Призывать имя Господа, Не забывать исповедоваться, Говорить, Сказать Господу, Если мы не будем говорить Свои дела, Которые мы в жизни делали, То не будет прощения. Если мы не каемся, Не осознаем, Не исповедуемся, Скрываем это, Что люди не узнали, Что нам стыдно, Да, стыдно, Стыдно, Стыдно бывает, Стыдно даже слушать, Когда, У меня было такое время, Когда служение было, Это в Украине, Я вот просто Господь сейчас Меня напомнил, Приходит исповедоваться, Люди, Он исповедоваться, А я свое вижу, А я свои грехи вижу, И так приходится, И за себя молиться, Чтоб Господь не очистил От той старой, Понимаете, То время было еще, Мы много не допонимали этого, Освящение, Освящение, Очищение, Да, А потом я молился, За те души, Чтоб Господь освободил, Благодарение Господа, А у нас так не должно быть, Мы должны быть чистыми, Когда идет исповедь, И когда, Кто-то говорит о нужде, О грехе, То когда чистый сосуд пред Бога, Это нужно сразу возноситься к небу, Она не касается того человека, Перед кем, Потому что человек не прощает грехи, Как сегодня есть, Говорит, Вот там, Не постаря, Как священники такие, Да, Которые прощают грехи, Да, А человек, Какой был, Такой и остался, Без покаяния, Да, Исповедь, Они говорят, Но слово Божие, Говорит, Надо покаяться, Осознать, То этот грех, Который мы когда-то делали в жизни, Поступали по греху, То мы достойны смерти, Господь, Ну, Мы должны просто уже умереть, Нас уже не должно быть на этой земле, Но великая милость Господа, Что Господь сегодня являет чудное, Спасение, Освобождение, Исцеление, Будем верить Господу, Доверяться и полагаться только на Него, О, Ибо Он есть Господь Спасающий, Ибо Его имя Ишуа, Оно переводится с еврита, Господь Спасающий, Мы веримся Господу, Положимся только на Него одного, И Он совершит чудное, И мы будем чисты перед Ними, И в тот день, Когда Господь придет за нами, Чтобы нам не посадиться, Аллилуйя, Слава Богу, Будем уповать на Господа, И верить Ему, Что Он совершит, И доведет нас до чудных берегов, Нового Иерусалима, Который Господь приготовил, Для любящих Его, Господь, Да укрепит нас в вере, В очищении, В освобождении, Будем верить Ему до конца, Аминь. Да, Игорь, Слава Богу, Действительно, Это все неискенно сказано было, И мною, И братом, И психами, Потому что, Я сегодня говорил, Да, Проклятие там, И так само, Если мы грех не исповедуем, Что мы сделали, Этот грех переходит на наши детей, Как не наши детей, То на их детей переходит, Потому что она истинно так, Как написано слово Галат, Он говорит, Что человек посеет, Он пожмет. И так напоминает Иоанн, Говорит в первом послании Иоанна, Первом главе, Я еще дочитаю, И мы будем молить, У кого есть нужный проблем, Если говорим, Что не имеем греха, Обманываем самих себя, И истин нет в нас, Если исповедуем грехи на наши, Он, будучи верным и праведен, Простит нам грехи на наши, И очистит нас от всякой неправды, Если говорим, Что мы не согрешили, Но представляем, Мы живыми словами, Иоанн нет в нас, Эти слова действительно так, И слово говорит, Так и у нас оно есть, Если мы не исповедуемся, Если мы не очистимся, Если мы не примиримся, То мы обманываем самих себя, Потому что Бог видит каждого сердца, Я не вижу, Вы не видите, Но Бог видит все наши сердца, Все наши хождения, Все наши одевания, Все наши разговоры, Все Он знает и слышит, А сегодня, Слава Господу, Что Бог дал эту возможность, Что мы могли что-нибудь тоже здесь, И собрались, И дал Бог нам интернет, свет, Вот немного, конечно, Еще не заходили, Но каждый человек знает, И Бог знает, А сейчас у кого есть нужны, Проблемы, Пожалуйста, Говорите, За это будем молиться, Вот они уже, Мы молились за инструкцию, Должникова, Что-то Оля, Сож, Какие, Сорожинская, Или как-то, Она тоже уже, Несколько раз не было, Тоже я не знаю, Что там с ней, Тоже будем за ней молиться, За брата, Сынову он молится, Ну, конечно, За наши все нужды, Как написано, Мы молились друг за друга, Говорите, Какие проблемы, Нужны, Пожалуйста, Молите, Сестра Таняшу, Прошу помолитесь, За спасение, Редных, Близких, И за мое выздоровление, Хай Господь уже, Ци косточки, Там, Зрастятся, Если вера, Есть сестра у вас, Будем молиться, Если вера, И вот, Созрастет ваши кости, Ну, Если вера у меня слабая, То вы вашей верой, Помолитесь, Чтобы Бог помог, По вашей вере, Да, По вашей вере мы молимся, И по вашей вере, Мы должны тоже молиться, Бываю только на Бога, Спасибо большое, А сестра Оля, Она, Сейчас у нас тут еще проблемы, С этим, С интернетом, Может, Она не может подключиться, Но мы за нее помолимся, Хорошо, Будем молиться за ней, Пожалуйста, Кто еще? Говорите, Говорите, Не слесняйтесь, Братья и сестры, Как я уже говорил, Повторяюсь, Там на Урале, Да, Манитогорске, Челябинске, Это область, И там, Такая болезнь пошла, Корь, И коплюш, Что, Верующие, Просили, Чтобы молиться, Потому что, Многие просто не могут В церковь даже пойти, Ну, Как инфекция, Да, В общем, Большая-большая проблема там, Именно, Чтобы Господь защитил свой народ, От этой, Ну, Как лепидемии, Не знаю, Как сказать, От этой беды, Хорошо, От церкви, От церкви, От церкви, От церкви, От церкви, От церкви, Ну, И за все благодарно Господу, И вам, За ваши молитвы, И всем здоровичко, Слава Богу, Будем молиться за эти нужды, Которые вы сегодня просили, Веруем и молимся все, Пожалуйста, Салюты, Шуман, Микрофон включите, Мы не слышим, И не знаем, Забываю, Благодарю сердечно вас за молитвы, И Господа благодарю, И помолитесь, Пожалуйста, Завтра и моя мама к врачу идет, Посещает, И я еду в Ольштин к хирургу, Вот, Пусть Господь благословит, Что там они хотят нам назначить, Чтобы это было назначение не человеческое, А божественное, Чтобы Бог наше лечение продолжал, да, Ну, потому что я с самого начала попросила Бога, Что ты мне назначь лечение, И я все буду принимать как своих рук, И вот я прошу, чтобы он, Как он считает нужным, Чтобы дальше так, Если нужно продолжать лечение, Продолжал, Нет, значит нет, Значит, Значит, здорово, Если не нужно продолжать, да. Забрата соноза, За сестру Гаяне также, Вот, Чтобы, Чтобы они выздоровели, За сестричку Веру, Фрицак, Помолимся, Чтобы она была здорова, Чтобы не было необходимости Ни в какой операции, Чтобы Бог ее исцелил без операции. Еще прошу, Помолитесь за сестричку, Тут есть одна, Я уже за нее как-то заявляла, Ульяна, Она ждет ребеночка, Но у нее болезнь такая, Рассеянный склероз, Которая не лечится во всем мире, Да, Она уже давно, Молодая сестра, И она с молодых лет болеет этой болезнью. Вот, Чтобы Господь ее благословил, Помог ей доносить это дитя, Родить его благополучно. Ну, Конечно, Я прошу, Чтобы Бог ее исцелил, И вас тоже прошу поддержать. За мир в Украине, Чтобы Бог дал мир, Любовь и покаяние в Украине, И чтобы открылись границы, Чтобы можно было ехать спокойно, Коротким путем. Вот, Также прошу помолиться за дело благовестия, Везде, Во всех странах, Да, Вот мы собираемся, Мы как представители многих стран, И везде в каждой стране, Ну, Как идет благовестие, Может где-то больше, Может где-то меньше, Пускай Господь благословит благовестников, Потому что это дело, Ну, Непростое бывает, Что и люди и злобные, И как-то и могут и оскорблять, И возмущаться, Но слава Богу, Что я тут такого не встречаю, Потому что тут очень воспитанные люди, И поэтому, Если даже кому-то не нравится, Как-то они все-таки сдерживаются, Просто не берут и все. Вот, Чтобы Бог благословил это дело, Чтобы многие люди захотели брать Слово Божье, Захотели читать его, Захотели жить по нему. Спасибо большое за молитвы, И Господа благодарим. Буду молитвы, Я не знаю, Что это вера, Так, Она вышла, Просто, Что же, Думаю. Прямо для молитвы за племянницей человека, Хай Господь явит свою милість, Також за спасение моей семьи, Також у понеделок має виезжать, Доча моя шефе, И судьи в отпуск, Чтобы Господь благословил дорогу, Чтобы нормально добраться спокойно, За внучка, Який на кордоні служить, Тоже прошу, За сестру Гайне, Брата Сано, Хай Господь явит своє милосердие, І за мир в Україні нашій, За мир в Ізраїлі, Хай Господь милується над нами, Просить кровини наші, Захистить, Хай стане нашим захистом, Надія тільки на Бога, Слава Йому, Дякую. Також будемо молити нам Действительно за мир, По всьому миру, Особенно там, Где война идет, Где землетрясення, Где идет сейчас дыма, Холодно, Люди не имеют одежды, Нету пищи, Нету крыши над головою, Негде им согреться, Для этого надо молитися, Чтоб Бог вышел каждому на встречу, Пожалуйста, Я ще хочу сказати, Така нужна мене вчера, Кажется, Вчера или позавчера, Разговаривала с одной сестрой, Она з Америки, Ее депресія, Чтоб Господь ее избавивав От власти дьявола, Чтоб дал свобода їй. Да, У мене тоже в групе молитв, В групе тоже одна сестра, Она сама была в Украине, Потом, Как началась война, Она переехала в Польшу, А потом, Она проехала в Канаду, И теперь, Как уже брат говорит, Она тоже как в депрессии, Севик, Она вот, Я не знаю, Что со мной стало, Нету молитв, Нету наполнения духом, Чертим на языках, Ничего нету, Она, Руки отпустила, Ничего не хочу уже делать, И ничего, Никакого настроения нет, Муж работает, Ему, Ну, Как сказать, Ему вот это, Такой тревоги нету, Потому что, Я сказал, Конечно, Он в суете работает, Ему, А ты одна дома, Тут тебе знакомых нету, Здесь, И это, Церковь, Церковь холодная, Церковь, Нету, Нету дожигания огня, Нету, Ну, В общем, Ничего нету, Знаете, Действительно, В этом мире, В этом мире, Действительно, В последнее время, Действительно, В церквях уже люди охладели, Они холодные стали, Нету наполнения, Нету горения, И в руках, И везде, Потому что, Враг, Действительно, Взял людей, Свой в оборот. Хорошо, Может, Что еще? Згадаем Таню, Таню Боложенкову, Сестру, Згадаем, Что молится, И Таню Господь, Здоровичный. Да, Я уже тоже сразу сказал, Таню за Саню, Мы же молились, Чтобы молиться, Пожалуйста, Светлана Людмила, Что-то вы еще хотите сказать, Только украдите микрофон. Я хочу вам, Друзья дорогие, Сказать, Самое лучшее средство От депрессии. Если бы я этим не пользовалась, Я не знаю, Что со мной бы было После этого диагноза, И вот находясь в чужой стране, Да, Как я сюда приехала, Ну, Никого здесь нет, И я просто никого не знаю, Ну, Просто, Ну, Одна, Я не знаю, Самое лучшее средство От депрессии, Слово Божье, Как только посещают Какие-то мысли, Пусть это услышат все, У кого есть депрессия, У кого она может быть, Вот только посещают Какие-то мысли, Такие грустные, Печальные, Какая-то такая жалость Себе сразу Слово Божье открываешь, Сразу на колени Просишь Бога, Боже, Избавь меня от этих мыслей, Дай мне радость, И Слово Божье Начинаешь читать, И все это тебя оставляет, Это первое. Второе, Божья работа, Нужно найти себе занятие, Божью работу, Чтобы не быть тебе, Ну, Как это, Без дела, Без никакого находиться Нельзя человеку, И самое лучшее Среди всех дел, Это дело Божье, Ты, во-первых, Когда идешь И раздаешь Евангелие, Ты общаешься С людьми очень сильно, У тебя общение, Потому что даже Если люди идут быстро, Там спешат, Все равно кто-то останавливается, И кто-то начинает С тобой говорить, И он тебе рассказывает О себе, А ты рассказываешь О себе, Ты с кем-то знакомишься, И третье, Это не оставлять собрания, Какие только есть собрания, Конечно, Где проповедуется Правильное учение, Здоровое, Правильное учение, По слову Божьему, Без всяких там Отклонений, Лжеучений, Вот посещать Эти собрания И молитвы, Все молитвы и собрания, И вы увидите депрессию, Как рукой снимет, Вам просто некогда Будет депрессировать, Времени на это не будет, Пусть Бог благословит Этих людей, Которые находятся В депрессии, Если кто-то может Как-то им Донесите, Пожалуйста, Эти мысли, Просто я Это на себе Испытала, Что это очень Хорошая помощь Вот в этом состоянии, В трудностях, Очень, Потому что депрессия Не приходит, Когда? Не приходит в трудностях К человеку, Вот, Ну а иногда бывает, Когда у человека, Знаете, И все хорошо, И он и богат, И доволен, А у него Начинается депрессия, Это от безделья, Надо занять себя Божьим делом, Мозги занять Свой разум Словом Божьим, Занять свои руки Раздачей Трудом Божьим, И молитвой Свой язык Занять молитвой, Пусть Бог благословит, Да, Пожалуйста, Кто еще может у кого есть, Что есть, Какая-то тревога В односердце, Нужны, Проблемы, Да, Пусть Сакраменто Помолитесь, Кого? Пера Сакраменто, Сакраменто, Ну да, Будем молиться, Сыночков, Я еще хочу спросить Там за сестру Таню, Да, Там за косточки ее, Что там за проблемы С костями? Это Таня Шур? Таня Шур, Да, У меня Плечо поломано, Эксидент был какой-то, Да? Ну просто поскользнулась И упала с работы, Понятно, Хорошо, Хорошо, Дорогие, Пусть Бог нас поможет, Мы на этом сегодня Закончим наше служение, Если больше никого нету, Нужды, Проблемы, То мы, Если Бог даст, Встретимся уже на следующей неделе, Это будет 19 декабря уже, А пожалуйста, Оксана, Подняла руки, Пожалуйста, Дякую Богу, Дякую всему, Кто молился за моего сына Ярослава, Бог его здоровый, Дякую, Что Бог чуе наши молитвы, Дякую, И прошу помолиться, Что Бог дав покаяние дитям, Батьку, Укрепил здоровой маме, Дякую, Слава Богу, По нашему молитву, Бог всегда слышит, По вере нашей, Конечно, Я тоже прошу молитву за наших, За моих родных, Моих близких, За брата моего родного, У меня один брат остался, Сестры уже умерли, Но вот сестры, Еще дети остались, Мои племянники, И вот брата племянники, Тоже прошу молитву за них, Чтобы Бог их тоже коснулся в сердце, Также за моего сына Романа, С подругой, Я тоже прошу молитву, Чтобы Бог из него коснулся в сердце, Чтобы он тоже пришел, Познал его и пришел в церковь, Может еще кто есть, Простите, Может я перебил, Пожалуйста, Говорите, Что есть у кого, Ну хорошо, Если больше нет, У нас заканчиваем Нашу сегодня трансляцию, Служение на скайпе здесь, И я хочу, Как всегда вас, Благословить Словом Божиим, Как написано, Как оставлено Для каждого из нас, И сказал Господь Моисея, Говоря, Скажи Аарону и сынам его, Так благословляйте сыновь Израилю, Говоря им, Да благослови тебе Господь, И сохранить тебе, Да прозрить на тебе Господь, Светлым лицом своим, Помилуй тебя, Да обратит Господь лице свое на тебя, И дашь тебе мир, Так пусть призывает имя Мое на сыновь Израиль, И я благословляю их, И так же я, Как пастор в церкви, И вас всех тоже благословляю, Во имя Иисуса Христа, Все ваши дома, Все ваши детей, Внуков, Правнуков, Ваших мужей, Жен, И все, Что у вас есть, И все, Что еще у вас будет, Пусть Господь вас всех благословит, Ему слава во веки, И так мы сегодня закончим, Нашу страну, С вами сегодня был пастор в церкви, Эра Трик, А сейчас я выключу запись, И мы будем, Все включаем микрофон до единого, И все встанем на наши колени, Будем молиться ему слава во веки, Аминь. А брат Алексей закончит, Нашу субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok